Девушки отдыхают За один день Что даст ей большой размер Большой успех или большое разочарование И какое решение девушка примет В финале нашей программы Уникальный эксперимент Друзья, сегодня здесь В студии ток-шоу Говорит Украина На телеканале Украина Такого вы еще не видели Девять Девять пластических операций По увеличению груди Эксклюзив Ток-шоу Говорит Украина Американка Сьюзан Сайкс Приехала к нам, чтобы рассказать Свою драматичную историю И показать, каким образом Она зарабатывает на своем Невероятном бюсте У меня насправді величезні груди Я называю їх своими талантами Це мій правий І лівий талант Об этом Говорит Украина Об этом сьогодні не можем молчать Ми здравствуйте, я Олексій Суханов Но прежде позвольте вас познакомити С удивительно красивой девушкой Валерией Поддержите ее, пожалуйста Я не понимаю, в чем ваша проблема Что вам не нравится в себе? Ну, как бы, мне в принципе нравится в себе все Но хотелось бы немножко побольше размер груди Внимание на экран Валерия Черевко Спортсменка, активистка И просто красуня Чудово співает, пише вірши И малюет Однако девушка комплексует Через маленький размер груди Иногда я комплексую Когда хочется надеть Там, допустим Какое-то вот Открытое декольте Когда, ну, хочется показать груди Все остальное А показать, как бы По сути дела Нечего Аби не бути білою вороною Серед пишногрудых коллег Лера всерьез замислилася Над сбільшением розміру власного бюста Хорошо, это или плохо, я не знаю Но людям это нравится Мужчинам это нравится Как бы там не говорили Фу, силиконовые сиськи Или фу, надутые губы Как бы, как не крути Это нравится И в кадре это смотрится реально круто Чтобы не вагаться Чи слід удаваться до пластичної операції Девчина вирішила взяти участь у нашій программе И переверить на собі Як воно жити З чималими грудьми О, Боже мой Эти самые миленькие Наверное, хочется Побольше Не устраивает У меня первый размер груди сейчас Так У меня широкие бедра И хотелось бы подчеркнуть талию Как бы более пышной груди Но не седьмого размера, которую я носила Потому что это вообще Это просто слишком Ну максимум третий Это мы, кстати, еще узнаем Как вы провели день с седьмым размером груди С накладным Скажите, пожалуйста, когда вы начали комплексовать По поводу, как вы утверждаете, своей маленькой груди? Когда я попала в свою группу «Бегуди шоу», вот, у меня все девочки, нас четверо, как бы, и у них у всех большой размер груди То есть вы самая маленькая? Я самая высокая, но с самым маленьким размером груди То есть, а большая грудь для вас, это как для стулера рубанок? Ну, можно и так сказать Значит, Валерия природа дала исключительно приятную внешность Множество талантов Но вот грудь нашей главной героини, конечно, хотелось бы, ну, хотя бы на пару сантиметров побольше Еще в юности Валерия была объектом, очевидно, насмешек А потом, повзрослев, задумалась о том, чтобы обратиться к классическим хирургам Чтобы понять, как, собственно, Лера будет чувствовать себя обладательницей груди большего размера Она согласилась на наш дерзкий и абсолютно безбашенный эксперимент День провести с накладной грудью порядочного размера Что интересно, друзья, выбрать размер Лера должна была самостоятельно Честно говоря, мы никак не ожидали, что Лера захочет именно тот бюст, который она выбрала Ну что ж, давайте же посмотрим, как это все происходило Внимание на экран, друзья Это для таких, для 15-летних Это для 20-25, это уже 30-очка А это, ой, это вообще жесть Так, теперь эти Ну, я не знаю Эти, эти, что с ними делать, я вообще не знаю Потому что я, конечно, хотела бы себе грудь побольше Но чтобы настолько, это, конечно, вообще Понимаете, это капец полный Мне, короче, Памела Андерсон отдыхает Теперь я могу конкурировать с Анной Семенович Мне кажется, что я выиграю Я не ожидала, что я выберу из всех именно эту грудь Но это действительно мне подходит больше всего И впечатляет больше всего Очень красиво выделяет, конечно По, всю, салью, главное, очень сильно выделяет Класс, мне очень нравится Слушайте, Лер, почему вы все-таки выбрали себе самую большую, да, грудь из всех имеющихся? Ну, я решила, если экспериментировать, так по полной Ага Когда вы увидели свое отражение в зеркале с новой грудью Почувствовали вы, что вашей уверенности стало больше? О, на семь размеров больше стало уверенности Да Ну, не страшно было выходить с новой грудью на улицу? Было не то, что страшно Иногда было даже стыдно Потому что был момент, реально Когда я выхожу из машины И стоит мужчина То ли армянин, то ли кто Короче, разговаривает по телефону Потом резко переводит взгляд на меня Можно я встану? Да, конечно Он стоит, он такой переводит взгляд И такой Подпрыгнул Отходит назад Возвращается и такой И я стою такая Здравствуйте И пошла дальше То есть, ну, реакции были абсолютно разные Бабушка Когда я ходила по остановке Стояла бабушка Которая, когда меня увидела Это была вот так Итак, Лера всю жизнь комплексует Из-за маленькой, как она утверждает Груди Ну, хочется показать грудь Все остальное А показать, как бы, по сути дела Нечего Она решилась на необычный Дерзкий, безбашенный наш эксперимент Заменить свою настоящую грудь Не такого большого размера На грудь накладную Седьмого Не, короче, Памела Андерсон Отдыхает Я не ожидала, что я выберу из всех Именно эту грудь Но это действительно Мне подходит больше всего И впечатляет больше всего Вы, очевидно, будете поражены Увидев все приключения В которые она попала Так что же скажет Лера В конце программы Захочет ли она В конце всего этого Пережитого Увеличить себе грудь Наша следующая героиня Друзья С большим бюстом Живет совсем не один день А долгие-долгие годы Встречайте, пожалуйста Юлию Юля Я должен вам сказать, что сегодня Уникальный день Для вас Интересоваться Леша, лицо повыше Лицо повыше Лицо повыше Лицо повыше Лицо повыше Не надо завидовать, Артур Значит, на правах ведущего Интересоваться размером груди Ну, я всем говорю, что это седьмой Чтобы не травмировать На самом деле Ну, скажем так Женщина, у которой я покупаю бюстгальтер И говорит, что это десятый Юлечка, ноги подкашиваются Давайте присядем Внимание на экран Друзья Продолжение доброе Юлия Ходаківська не має комплексів Щодо розмірів власних достоинств Но, впаки, бюст є гордістью 25-ти річної киянки Юлия стверджує, що Ані вдома, Ані на роботі Груди їй не заважають Ну, растет, пусть растет Что я могу з этим делать Я просто научилась з этим жить Вот и все Працює Юлия диспетчером У службі таксі І більшість водіїв Навіть не здогадується Яку статуру має дівчина Що роздає їм замовлення Тож, із хлопцями Вона знайомиться Переважно в інтернеті Фото у декультованій сукні Спрацьовує безвідмовно На сайті знайомств Дівчина отримує Понад тисячу повідомлень щомісяця Мужчина, ну, йому это интересно А он на це смотрит Його це привлекає Ну, а що? Як минимум, она дає то, що я выделяюся з толпи І, то есть, на мене всегда В любой компанії, в любой ситуации Обращают внимание У вас з дитства така грудь? Ну, как з дитства? Не з раннього дитства Ну, имеється в виду Я немного растерялся Да, я немного растерялся Но рано ли она у вас начала расти? Нет, очень поздно Поздно? Во сколько? Ой, ну, наверное, так лет в тринадцять Но поздно Очень поздно, очень В школе Ну, для меня поздно Вот, я помню, еще комплексовала Потому что одноклассницы, девочки Уже все, как бы там, ну, что-то было У меня еще не было ничего абсолютно Слушайте, звучит, конечно, сейчас крайне смешно Вы комплексовали из-за маленькой груди Я комплексовала из-за отсутствия ее Даже из-за отсутствия Но с тринадцати лет вы начали расти, как на дрожжах Вернее, ваши формы С тринадцати до четырнадцати Они начали расти просто, действительно, как на дрожжях Слушайте, а были мысли, может быть, что-то добавить или уменьшить? Ну, добавлять, по-моему, уже не надо ничего Достаточно А уменьшить, а зачем? Ну, может быть, тяжело Ну, вы знаете, если бы вчера у меня ее не было А сегодня появилась Я бы могла, наверное, сравнить А так, в принципе, я сколько себя помню Столько у меня грудь большая, поэтому Слушайте, но есть все равно какие-то неудобства? Может быть, спать неудобно? Ну, не знаю У меня знакомые, кто, у кого там большая грудь Говорят, что не могут спать на животе Я не знаю, неправда Я сплю только на животе Ну, подождите А как вы спите на животе? Вы, благодаря своим формам, достаете головой подушку Или приходите наклоняться? Достаю Серьезно? Да, я подушки большие А, вот в чем дело Мужчина спит на подушке или на груди? Ну, смотря какой мужчина Боже мой, я не могу от них оторваться Простите меня Мне повернуться, чтобы удобнее было Не надо Я боюсь, это будет меня еще больше смущать Я потеряю сознание А так я приблизился к ним на минимальное расстояние, друзья Значит Сейчас, подождите Давайте сосредоточиться Я не могу сосредоточиться Толя делает гар, он каждый день с этим дело имеет Посчитать до пяти Что, Наталья? Посчитать до пяти Посчитать до пяти? Да Раз, два, три, четыре, пять Не помогает, Наталья Слушайте, но все-таки какую одежду вы любите? Все-таки открытая или закрытая? У меня практически все кофточки, все платья с открытым декольте То есть вы все-таки предпочитаете подчеркивать свою грудь? Конечно Если что подчеркивать, почему бы не подчеркивать? Но послушайте, неужели вот все мужчины действительно так ведутся на большую грудь? Нет мужчин пугливых, которые вроде как действительно О, какая А только вы начинаете приближаться и Пугаются? Да Но вы же не испугались Я такое повидал, Юлечка Нет, мне не встречались мужчины, которые ее пугались Послушайте, вы ведь работаете, насколько я понимаю, в службе такси Да, я работаю диспетчером в такси А, я знаю, что у таксистов, я не раз слышал, есть такое слово Базочка, базочка, ответьте А вот для вас, у сотрудников вашего такси, есть какой-то, я не знаю Конкретно для меня? Да, конкретно для, позывной для вас Нет Нет? Дело в том, что я с ними работаю по телефону, меня практически никто не видел из наших водителей, поэтому У нас это запрещено, скажем так Бедняги Теперь-то только теперь, благодаря нашей программе, вы увидели свою диспетчершу Я думаю, у них просто называется или грудь такси, или... И у них просто позывные одиннадцатый, одиннадцатый, десятый, седьмой То есть у них как бы градация по размеру Кстати, позывной седьмой Позывной седьмой Седьмой? Да И это, мне кажется, несколько умаляет достоинства нашей гости Слушайте, вы наверняка получаете ежедневно очень много сообщений Немеренно И что пишут? Ну, в основном, это комплименты, конечно же И попытки познакомиться Некоторые мужчины не умеют правильно делать комплименты А это делают, скажем так, не совсем корректно Чего они пишут, вот эти мужчины? Это можно говорить в эфире Конечно, мы запикаем, если что, но... Ну, ни хуя себе сиськи И прям так и пишут? Ну, еще не так бывает А вы петь умеете? Да, по-разному, что? Петь умеете? Петь? Нет Да У нас проблема четвертая участница Ого, мое место не ваканс Слушайте, вы что это тут? Провокацию устраиваете? Ну, пятая, пятая, например Я Леру не дам в обиду Вот, вот, спасибо Слушайте, вот касательно Лерочки Она, видите, у нас приняла участие в нашем абсолютно таком сумасшедшем, как мне показалось, эксперименте Она целый день ходила в пристегнутой груди седьмого размера Ей было душно, ей там натирало что-то У нее еще все отстегивалось, но она терпела Как вы считаете, действительно, это очень хорошая идея, чтобы Лера взяла и увеличила свою грудь? Ну, если ей так хочется, почему бы и нет? Но, послушайте, некоторых мужчин большие груди все-таки отпугивают Я не встречала таких мужчин Да, да, это точно Покажите Кому отпугивают большие груди? Никто не поднял руку Лера, я, конечно, извиняюсь, а на сколько у тебя маленькая грудь? Ты можешь показать, чтобы я впечатлилась, что она маленькая, что она не маленькая? Лися, вы что? Я не за себя, я за Жору, мне Жора попросил Просто у Вадика тоже проблема, у него тоже маленькая грудь У меня правая только Да, но чтобы выросла грудь, ее нужно мазать растяжкой Это проверенный дедовский метод Подожди, дядя Жор А растяжкой, как клубничным, персиковым, каким? Лесными ягодами Главное, хорошо втирать Это новая реклама растяжки, которая идет после одинок Послушайте, ну давайте все равно, друзья Как же реагировали на Леру, которая целый день провела с пристегнутой грудью седьмого размера? Внимание на экран Очень часто неположительные взгляды в мою сторону Особенно от бабушек, совсем недоброжелательные Вот, как бы, и некоторые мужчины реально шарахаются Так что, не все мужчины любят большую грудь У меня грудь! Скажи уже больше Я же сказала Только не смейся Боже, какой кошмар Скажи, так это еще Эта там была чуть меньше, она тяжелая А эта не тяжелая, она типа не такая Зато сосок, видишь? А там подросток один был Вы понимаете, какой у него стресс вообще? Понимаю Он потом еще ходил долго за мной Да А мне кажется, он еще после этого заказал себе кофе Ну, это вы считаете нормальной реакцией? Ну, как бы, нет Были очень, конечно, приятные реакции И люди именно вообще там в восторге были Но были, конечно, когда мне даже становилось немножко стыдно Потому что действительно пугались Друзья, большая грудь, большой успех Мы ставим здесь все-таки знак вопроса Вот тема нашей сегодняшней программы Юля не скрывает свой десятый размер груди Я всем говорю, что это седьмой, чтобы не травмировать На самом деле Это десятый Юлечка, ноги подкашиваются, давайте присядем А Лерочка действительно смотрит сейчас с завистью на нашу гостю Ведь Леру, как она утверждает, природа обделила Потому что у подруг всегда было больше, чем у нее самой У меня первый размер груди сейчас И хотелось бы, как бы, подчеркнуть талию, как бы, более пышной грудью Лера пошла на уникальный эксперимент Увеличила себе грудь до седьмого размера И тут начались невероятные приключения в жизни нашей Леры Вы узнаете все, что пришлось ей пережить в тот самый день Когда она ходила с пристегнутой грудью седьмого размера У нас сегодня, на самом деле, аншлаг, как вы заметили, уже в рядах экспертов Потому что тема женской груди не оставляет равнодушными ни мужчин Ни, как вы заметили, даже женщин Пришел даже известнейший пластический хирург наш Эдгар Каминский Казалось бы, чего его может удивить? Как вам все-таки наша героиня? Нет, у меня просто вопрос Согласны ли были героини поменяться хотя бы на день телами? Просто интересно Ну это слишком большая Наверное, лучше, да, как сейчас То есть вы бы не менялись все-таки с Юлей? Юль, а вы бы? Ну разве что в качестве эксперимента на один день Разве что и все Чуть поменьше так Ну не чуть-чуть На размерчиков 9 Я просто еще объясню вот этот, не знаю, феномен Не феномен, а того, что девушки всегда хотят немножко больше И после каждой операции, процентов 70-80 девушек Они до операции говорят максимум третий Я хочу два, два с половиной, три Когда она видит себя после операции Она уже буквально в первый день Ну надо было делать чуть больше Ну вот сейчас, девушки, я уже к вам обращаюсь Олеся, откуда берется на самом деле вот этот комплекс У девушек, у женщин по поводу размера груди Кто его формирует, этот комплекс? Вы знаете, вот я подавилась это видео До Лера примиряла на себе великі груди А вы не думали поїхати до цієї жіночки в Карпати Яка тримає велику Вона займається вжильництвом І вона збільшує собі груди За допомогою нетрадиционных методов Тобто в ней третий розмір На ніч вона запихає свої циті в булик І вранці вже 12 розмір грудей Насправді можна багато говорити Ось, наприклад, що стосується вас Я не підтримую великі груди Я за маленькі, за красиві, за здорові О, вон, вон За натуральність Женочі груди мають поміщатись На ручку В ручку, вон Дайте, смотрите, мы, по-моему, сейчас пришли к системе мер Женская грудь должна поміщатись в руку дяди Жоры Все к нему на измерение От скажіть, спитайте, як вона приходила кастинг От Лера, як ти приходила кастинг до свого продюсера Він дивився спочатку, сказав, так, Лерочка, свій ковточку То ти б, напевно, що не прийшла зі своїми психологічними мерами Я б не прийшла, він не делал вот так, нет А, да? А ви не знали? Я являюсь продюсером групи «Бегуди шоу» Тобто ви випрашуєте зараз деньги на операції Вот, поэтому, да, ну, да, у Леры є немножко маленький Вот, вот, такая мысль, що треба щось увеличити Но в групу Леру мы взяли не из-за груди Саталант Неважно, какая грудь Я хочу сказать, что есть исследование по поводу того Насколько глянец воздействует на представление женщин И те стандарты, о которых мы говорим Они же не просто приносятся Потому что все здесь говорит Вот мы сейчас просто, вот, все время это звучит Больше-меньше, больше-меньше Ну, помните, это же сравнение Стал рядом с маленьким, кажешься большим Правильно? Стал рядом с большим, кажешься маленьким С кем ты себя сравниваешь? Поэтому это такой момент Но совершенно точно реклама, использующая женщин Как сексуальный объект для продажи товаров Сформировала отношения женщин И, скажем, вот этот образ сексуальный Прежде всего И мы сейчас, как психологи, говорим о сексуализации женщины И да, и классические хирурги подскажут Это самая распространенная операция Самое большое, ну, как бы, вот такое расстройство По поводу собственной внешности Нет, не расстройство Ну, почему? Расстройство желудка – это расстройство Да? А если каждый день женщина, глядя на себя в зеркало Находит это своим недостатком? Я вам скажу, я могу сказать свою статистику Что те девушки, которые сделали грудь Она быстрее выходит замуж У нее быстрее появляются дети Она более уверенная в себе и так далее Просто у меня вопрос Как бы как к продюсеру Если девушка так долго хочет грудь Почему она до сих пор не сделала? То есть я так понимаю, что она уже много сэкономила денег На пошиве ткани То есть на вас уходит меньше И уже за счет хотя бы этих денег Можно было уже осчислить Но это не мера экономит, это продюсер Да, то есть продюсер явно экономит Работа такая, да Друзья, роскошный бюст привлекает внимание всех без исключения И мужчин, и женщин, и наши героини считают, что если произведенным эффектом распорядиться с умом То это вполне может оказаться подспорьем и в личной жизни, и в профессии Кстати, эту точку зрения разделяет и пластический хирург Каминский Но почему все-таки женщины готовы расстаться побыстрее с тем, чем нагрозила их природа И даже лечь под нож хирурга, чтобы уменьшить, я не оговорился, уменьшить размер своей груди Наша следующая гостья имеет такой же размер, как испытала на себе Лера Но почему эта грудь совсем не радует Ирину? Давайте же спросим у нее Встречайте Постойте немножко со мной У меня сегодня, знаете, такая моральная компенсация моей довольно сложной работы Простите, пожалуйста, Ирочка, какой у вас размер? Седьмой Седьмой Внимание на экран, друзья Ирина Забуцька – одна из небагатьох девчат, кто мріє, чтобы груди были меньшими Всі доступні методи зменшения бюста вона уже випробовала Худнуть пробовала, ну, вони начали дуже звисать спорт Тобто, це недопомога, не так само, коли займалася спортом, в один розмір плюс, це 5-6 розмір У повсякденному житті 23-річній манікюрниці зі Сміли достоинства сьомого розміру завдають чимало проблем У тому числі заважають особистому щастю Це постійно, там, если хтось хоче познакомиться, саме перше питання, який розмір, а не як звали Нині Ірина вже готова на останній крок – хірургічне зменшення бюста І настільки ваша грудь действительно вас достала? Так, неудобно, це раз Так, ну подождите, ваш розмір поменьше, чем у Юли, но Юли ничего не мешает, ей не мешает ее грудь Мені мешає, вона дуже часто болить, я ж мама двох дітей Так, потрясающе Дуже велика проблема з розміром одежі, так як у мене так 46-й, а я купляю 52-й А, 52-й? Так, і встарцюваю Тільки з-за розміра груди? Тобто, действительно, проблема з підбором одежды? Да Это единственная проблема? Нет Ну, ви тут перечислили, що якщо знакомиться, то не інтересуються прежде всего вашим рівнем Ну да, дуже часто предлагають секс за деньги Ну ладно Да Ну то есть… Где вам предлагають секс за деньги? Везде То есть в інтернете и бывает даже… Вот видите, ви в метро, а вам говорят «100 долларов» И так знаєте, так знаєш, так знаєте… Улыбайся, мне они стоять, как паралізованная Так гляньте, 100 долларов Выходим через одну… Да? Я редко, конечно, хожу в лето… Буває, як хожу в лето, предлагають до 1000 долларов Ну на самом деле, это, конечно, весьма неприятно, когда… Нет, це неприятно Когда с тобой знакомятся и говорят вместо того, как тебя зовут, какой размер груди Или секс за деньги А что вы тогда делаете? Ну, в большинстве я по морде даю Да ладно, серьезно? А чем даю это по морде? Да? Реально? Вы прямо даете пощечину? Да Ну я ж мама, но я… Такие предложения… Ну це просто вульгарно Слушайте, Ир, и много уже вот таких пощечин было? Да, прилично Когда вы действительно начали осознавать, что ваша грудь вам мешает? Когда я родила первую дитину У меня она начала болеть, у меня был четвертый рост А, четвертый был тогда рост? То есть они у вас подросли еще? Да Юля, а что, так постоянно может грудь расти? То есть если будет у Ирины третий ребенок, то она опять вырастет грудь? Я скажу вам больше, вот мы можем у героини, например, если она родит двух детей, иметь уже третий размер И ей не надо делать ни пластику, ничего Рано? То есть, да, да, был такой случай, ну и много в моей практике, что девочки приходят в 16 лет, давайте нарастим, что-то сделаем Я говорю, двух родить, да одного родите, говорю, а потом придите, если ничего не поднимите Так нужно же найти, от кого родить, а так быстрее появится тот самый Ничего подобного, дело не в этом, тут дело здесь, найти можно Мне вот вопрос, у меня трое детей, да? Не только, не только Трое детей Не вышли Первый размер груди, я счастлива А почему тогда, Айель, а почему у Ани тогда не выросли? У меня трое детей, да, то есть я не говорю о том, что меня что-то не устраивает У меня все прекрасно устраивает У меня вопрос один Вот есть те, кто как бы знает, что такое роды, что такое кормление ребенка, что такое здоровые дети Что детей нужно выкормить там два года, два с половиной Это желательно, чтобы у них была нормальная психика, как минимум, да? Конечно Вот, а когда начинается в роддоме молочная лихорадка и у вас импланты, что вы будете делать? Вы знаете, что это такое? Вот вопрос Что такое молочная лихорадка, когда тебе делают массаж, когда у тебя камень груди, когда у тебя идет пятый размер наполнения молока, и тебе нужно руками разбить это молоко, когда у тебя не то что... Это такая боль, что... Так имплант не ощущается Это боль невероятная, что вы не представляете, что в этот момент, то есть это можно родить, там, я не знаю, двоих, троих Что-то можно делать, где ткань, где имплант Слушайте, вы слышите, Валера, вы слышите? Угу А что вы будете делать? Вы сейчас действительно накачаете, а потом молочная лихорадка? Ну, я вот сопоставляю за и против, вот все еще думаю, хочу я, не хочу, уже что-то мне... Алексей, это неправда Не очень хочется Ну, как неправда, молочная, надо разбивать грудь Первая грудь, молочные камни Но она ж не насосом накачивается, эта грудь Я удивляюсь, тут звучит вопрос эстетики и красоты О здоровье, почему никто не говорит о том, как это не страшно, отрезать или вставить что-то Почему вы не боитесь онкологии, рака молочных желез? Это проблема номер один в медицине, рак молочной железы уже... Так это не вызывает рак молочной железы Да, почему не бояться, вот именно, как кормить, как... Обследовать как, когда импланты, тоже очень сложно Значит, Ир, вот, значит, у вас грудь седьмого размера, вы от нее устали, вы действительно уже всерьез задумываетесь об операции по уменьшению груди Это тяжело носить такую грудь? Да Ну, часто даже спина болит и груди сами болят То есть я не могу дома ни где ходить без блюзгальтера, потому что это нереально Но все это я, когда вагитная ходила, то это вообще было Я ходила в спортивном, потому что оно, как свисало, то давило на живот и даже задыхалося Ничего себе! Слушайте, из вашей презентационной карточки я понял, что вы работаете в салоне красоты Да Какие неудобства в быту и на работе из-за вашего большого размера седьмого? Какие? Потому что я... То есть мне нужно очень близко к столу, и мне приходится свои груды на стиль положить То есть, ну, это неудобно Слушайте, Эдгар, а вообще часто обращаются к пластическим хирургам женщины, которые хотят не увеличить, а уменьшить? Процентов 30 приходят, конечно, пациентам действительно неудобно, особенно проблема, она яркая после родов Так, а все-таки эта операция по сравнению с увеличением груди стоит одинаково? Смотрите, в среднем данная операция, если мы отнимаем имплант, она стоит от 2,5 до 4 до 5 То есть в среднем это около 3-4 тысяч долларов, евро А увеличить сколько стоит? Точно так же Наша героиня, друзья, Ирина, откровенно страдает из-за размеров своего бюста Она считает, что ее седьмой размер делает ее несчастной и в личной жизни, и на работе Но почему на самом деле для Ирины проблема то, что является залогом успеха для Юли, а для Леры пока еще мечтой Хотя к концу программы все еще может измениться Друзья, все тайны жизни с большой грудью нам скажет сама Лера, потому что ведь она целый день провела с грудью седьмого размера, которая весит ого-го При этом Валерия вела видеодневник, камера фиксировала все эмоции, которые хозяйка, значит, пристегнутой груди испытывала в тот день Внимание на экран, друзья Вот, допустим, мне нужно протереть сверху, как это будет выглядеть Часто грудь лежает У меня, получается, два в одном Я протираю вверх и сразу протираю средину Если под рукой нет стола, то есть грудь Итак, пробуем, как спать с такой грудью Первое положение попробуем на спину Ну, я не знаю, ночью, если ты уснешь, можно задохнуться Пробуем на бок Как сказать вам, не очень удобно и не как-то так прижимается и кажется, что у меня одна большая сплошная грудь Так, а теперь, та-да-да-дам, ложимся на живот Боже мой Я поняла Я поняла, у меня есть знакомая, у которой очень большая грудь Я поняла, почему она никогда не спит на животе Кто-нибудь, пожалуйста, поймите встать То есть из того, что мы здесь увидели, вам грудь мешала? Да, очень В большинстве своем Очень сильно мешала, потому что действительно, когда ложишься на спину, просто невозможно Такая тяжесть, это вообще Ну, то есть ты лежишь, она та-та-да, та-сюда Ну, это невозможно Но самое тяжелое, это было на животе Потому что реально встать практически нереально Самой А подождите, а Юле, наоборот, говорится, замечательно спится на животе, да? Ну, я не знаю, может, силикон тяжелее, чем своя А силикон тяжелее, чем своя, Эдгар? Ну, средний имплант где-то весит каждый Если брать о третьем размере, это где-то 300-300 грамм, 250 грамм То есть получается где-то 400-500 грамм плюс будет А есть способ уменьшить грудь безоперационно? Да, ну, нет Можно той самой вулок попробовать Можно взять неправильных пчел, и тогда они сдадут неправильные ОС, ОС Значит, вот у нас здесь в первом ряду Виктория, фитнес-инструктор Слушайте, вот я только с классическим хирургом и с классическим хирургом Понятно, что Эдгар вполне заинтересованное себе лицо Может быть, вы подскажете какие-то упражнения для того, чтобы действительно грудь не мешала? Ну, во-первых, Ирина немножко лукавит Если вы пытались похудеть, 100% грудь уходит Потому что на 80% это жировая прослойка Это однозначно Значит, просто недостаточно худели Ну, есть какие-то упражнения? Тонус, да Тонус, вот так, чтобы, знаете, не больше пяти минут в день И при этом быстренько так Конечно, сколько лет ее носит? Ирочка? Да Ну, Ира носит лет 15, и мы ей больше не дадим За как пять минут Нельзя Но, опять же, локально работать над грудью нельзя Потому что, если мы начинаем закачивать грудь Мышца сокращается, и вы еще больше будете сутулиться То есть вас будет тянуть Поэтому однозначно нужно еще прорабатывать спину будет То есть на грудь я, естественно, могу показать упражнения даже в домашних условиях Да, будьте добры Да Безоперационный, да, способ увеличить Нет, вы делали больше грудь и салим Да, на два размера Вот буквально два месяца назад у меня была грудь одного размера Вы что, сейчас будете сниматься? А, этот Я уже испугался Боже, Вика, вы меня напугали Нужно родить ребенка просто Нужно родить ребенка А вы ребенка родили? Два месяца назад Два месяца назад? Боже, кто родился? Мальчик Как назвали? Кирилл А вес? Ну, он был небольшой, 2860, но я работала 31 июля, я еще приседала, первого я пошла родила и восьмого я уже вышла Слушайте, а Кирюха там внутри не кричал, не бил ногами, мама прекрати надо мной издеваться Нет, абсолютно, и сейчас абсолютно спокойный ребенок, он устал от мамы за 9 месяцев, он высыпается теперь Слушайте, ну мы поздравляем, давайте поздравим Вику с рождением Кирюши, совсем недавно, дай бог, чтобы все было хорошо Ну, Вик, давайте же тогда Значит, упражнение базовое, это однозначно для разогрева, это, без этого не проходит ни одна тренировка груди, это отжимания Так, давайте Показываю сначала облегченный вариант, для новичков, да? Да Значит, руки обязательно должны быть шире плеч, колени на полу, копчик под себя, ни в коем случае нельзя провисать, только под себя И максимально Лера, учитесь, как папе, когда дыматься с груди Слушайте, ну это очень тяжело На одной, ну, естественно Слушайте, ну я не знаю, вы вот сейчас сделали, а я уже вспотел Да Так, а что с бутылками делать? Если мы работаем на увеличение мышц, да? Нам нужен больше вес А может, можно я? Можно я помогу? Да, Артур, будь добр Мне не треба, чтобы ты сплотив за такие тренувания, что я все равно Слушайте, это, Вик, слушайте, это совсем нелегкая тренировка Это? А что же вы хотите? Легких тренировок Если легко тренироваться, да? Давайте Результата? Ой, паньки Результата не будет, если все время делать легкое, ну тогда не будет никакого результата То есть, в любом случае, я уверена, что Лера это потянет То есть, в любом случае, попотеть все-таки придется Обязательно Спасибо вам, огромное аплодисменты, Виктория Друзья, значит, бытует мнение, что девушкам с большими формами очень трудно заниматься спортом Вот наша героиня, Валерия, решила попробовать это на себе в день, когда она и носила вот эти вот пристегнутые груди седьмого размера Давайте посмотрим, что получилось Все внимание на экран Такие реакции просто нереальные Я вообще в шоке Честно, я не знаю, как девушки с такой грудью, но внимания им точно предостаточно Я когда бежала, мне было ощущение, что на меня смотрит весь мир В принципе, мне понравилось бегать с такой грудью, потому что, а так можно и мужа себе найти Это же столько тяжело Но, честно говоря, в зеркале неплохо выглядит Я думала, что она реально будет очень сильно мешать Потому что большая, как бы, какие-то моменты там подъемов штанги и тому подобного И гиря, как бы, и в беге, я думала, что она будет мешать Но, честно, нет Только помогает Лер, вы, значит, совершили пробежку Вы пошли в спортклуб Вы побегали по беговой дорожке, так? Да Да Каково все-таки? Действительно не мешало вам ничего? На самом деле, я думала, что большая грудь действительно будет мешать спорту Это был, как бы, один из пунктов, почему я не хотела Потому что я достаточно много времени провожу в спортзале Но я была приятно удивлена, потому что реально очень удобно Единственное, когда бегаешь, немного тяжеловато А так, мне, в принципе, понравилось Виталий, а какой у вас размер? Четвертый У вас четвертый А у вас есть какие-то вот неудовольствия? Не, я довольна Вы довольны? Да А есть у вас проблемы с подбором одежды, к примеру? Ну, не сказала бы, нет Не сказали бы Ну, у меня, конечно, не такое богатство, как у девушек А не было никогда мыслей чуть-чуть прибавить, к примеру? А зачем? Я и так Довольна собой Нормально, довольна Ну, вот у Леры же есть эти мысли? Ань, как все-таки действительно, насколько легко женщине с большой грудью подобрать себе одежду? Ну, скажешь, что аппетиты растут всегда во время чего-то То есть, как и с размером груди, они растут поступательно То есть, даже и с гардеробом Если уже, у нас есть такое выражение, присел на иглу То есть, им пошива, да, если начинаешь одеваться и чувствовать качество одежды и стиля Остановиться, ну, остановиться нереально Ну, слушайте, но в процессе нашего эксперимента Лера, надев грудь седьмого размера, отправилась также к дизайнеру Давайте же посмотрим, как это все происходило Главное внимание на экран Ну, короче, это выглядит вот так Ну, что, красота? Да У меня так интересно, сколько сантиметров Сто четыре Все поняли! Сто четыре! Лучше однотонная, конечно Видишь, если он и орнамент, то он идет не набивной, а и ткани лучше легкие Сразу получаются сексуальность и сосочки Сосочки! Все равно, если она есть и не нужно комплексовать, пусть это будет вашим достоинством Потому что это ваша стильность Очень хорошо будет шифон Иногда многие заблуждаются, что шифон увеличивает, но на самом деле он очень-очень, да, скрадывает Очень красиво смотрится тогда И грудь, она не вызывает такого броского какого-то Как вольфики Конечно, очень красиво будет в V-образном В купальнике, представь, что будет в купальниках Как можно подчеркнуть, увеличить грудь, а как можно ее уменьшить? Всего лишь какими-то там деталями в одежде Это ведь возможно? Ну, как правило, вот есть какие самые основные, да? То есть всегда женщина начинает с нижнего белья Если маленькая грудь, это хорошие пушапы, красивое, гладкое белье Но при этом, если маленькая грудь, носите, пожалуйста, пояс и чулочки И тогда, если мужчина видит, что ты в чулочках А желательно еще, если там без белья, то он же забывает вообще о груди, да? Друзья, тема нашей сегодняшней программы Большая грудь, большой успех или это все-таки большая проблема? Сегодня у нас в студии очаровательные женщины Очень очаровательные гости с очень большими размерами груди Какой у вас размер? Седьмая У меня грудь большая Боже мой, я не могу от них оторваться, простите меня Юлечка гордится своим бюстом, утверждая, что он все-таки помогает ей в ее жизни Я выделяюсь из толпы, и то есть на меня всегда в любой компании, в любой ситуации обращают внимание Ирина жалуется, что ее большая грудь создает одни проблемы Неудобно, это раз, ну это просто вульгарно Но знаете что, на самом деле и седьмой, и десятый размер груди Это совершенно не предел, которым можно поразить воображение мужчины в частности Внимание на экран, друзья Не, мне это не поражает Норма стицы имеет официальный статус рекордсменки Книги рекордов Гиннесса Как обладательница самой большой натуральной груди в мире Рекордные размеры груди, обхват 178 сантиметров и вес почти 50 килограммов Доставляют норме массу проблем Врачи рекомендуют ей операцию по уменьшению размера груди, но она не желает о ней даже слышать Китаянка Тинг Хиафен обладает запредельным размером груди Для которого даже нет обозначения в классификации размеров И это при том, что для китайских женщин вообще не характерна большая грудь Звезда порноиндустрии Лола Феррари тоже попала в Книгу рекордов Гиннесса Она сделала около 20 операций по увеличению груди, которая понадобилась ей как инструмента для работы Американская порноактриса Челси Чармс от природы имеет бюст четвертого размера После серии операций ее грудь приобрела вот такой вот вид Мексиканка Сабрина Саброк также увеличивала себе грудь при помощи пластики Она уверяет, что слава музыканта пришла к ней только тогда, когда ее грудь достигла теперешних размеров Но Сабрина собирается увеличить ее еще больше Какие у вас эмоции вызвали женщины с таким размером груди? Вы считаете, это нормально? Сюда очень хорошо подходит пословица, что за надто, то не здраво Ну куда? Ну куда? Мужчин это пугает Слушайте, если я сейчас не подойду к зрителям, мне кажется, они там что-то взорвутся Просто вот этой негритянке грудь была не грудь, а оружие, серьезно Если она ей махнет, это опасно для жизни Серьезно, это ненормально, это страшно смотрится, по-моему Хорошо, что вы на другом континенте А вам, Валерия, очень идет так, как есть и сейчас Я считаю, что это прикольно на самом деле, потому что девушки нашли способ выразиться Своими формами Вы сейчас афроамериканку имеете в виду? Да я все, кто сам увеличивали себе грудь хирургическим путем У меня тоже был комплекс, что я считала, что у меня тоже грудь маленькая Посмотрите на меня Вот, да? И, ну, я не, ну, не было у меня такой мысли, чтобы сделать операцию Я просто вот этот комплекс выкинула с головы Ну вот Просто можно поменять форму одежды Вот рюшики одеть, да, тут немножко потянуть И грудь будет казаться больше У нас в программе невероятная эксклюзивная героиня В Америке ее называют самым грозным биологическим оружием Эта женщина может задушить в своих объятиях мужчину Ее шоу вызывает прединфарктные состояния у мужчин И она прямо сейчас появится здесь, в нашей студии Встречайте, друзья Сьюзан Сайкс Которая известна как Большое Сердце Сьюзан, какой размер вашей груди? У меня такой большой размер, что я даже не знаю, какой у меня размер Они очень тяжелые, это я точно знал Можешь попробовать нарезать Внимание на экран, друзья Вау! Женка, от которой божеволюют даже женщины Женка, от которой якою млюют сердца в мужчин История американки Сьюзан Сайкс Больше известная как грудастное сердце Просто вражает У меня на самом деле величезные груди Я называю их своими талантами Это мой правый и левый талант Еще в молодости Сьюзан зрозумела, что ее груди – это ее гроши Маючи и без того роскошный бюст, женка сделала близко десятка операций Аби збільшити его еще Наразі размер ее груди визначити неможливо Насправді, они не задают мне никаких незручностей Бывает так, что я отримую забий грудей Но я не помечаю этого Я вам покажу Ось тут подряпина Слушайте, Сьюзан, а с какого возраста вы начали замечать, что ваша грудь гораздо больше, чем грудь у сверстниц? Примерно в 13-14 лет И потом отец меня отправил в школу только для девочек, потому что у меня грудь была такая большая Но вас родители специально перевели в школу для девочек для того, чтобы оградить от мужского внимания? Да, совершенно верно Родители беспокоились о том, что я девочка И вдруг я забеременею, нарожаю детей и просто буду делать то, что нужно делать маленькой девочке Они хотели, чтобы я получила хорошее образование, поэтому я пошла в эту школу Чем вы занимались до того, как вы сделали свою грудь средством для зарабатывания денег? Я была помощником юриста, я была секретарем и работала в Бостоне, и также я работала в банке В какой момент вы поняли, что на ваших формах вам нужно зарабатывать? На самом деле я выступала в конкурсе влажных мокрых футболок И когда мне сказали, а может быть ты станцуешь? Я попробовала танцевать в мокрой футболке И получилось так, что я стала работать в клубе и зарабатывать там за неделю больше, чем я зарабатывала за месяц Работая помощником юриста, и я работала в шоу-бизнесе до 35 лет, я работала в клубах и так далее А почему, имея все-таки такую большую грудь, очень большого размера, вы сделали неимоверное количество операций по увеличению груди? Зачем? Когда я стала делать операции, я была в шоу-бизнесе, и если у тебя грудь больше, то будешь зарабатывать в этом бизнесе больше денег Поэтому я сделала 9 операций У меня были водные импланты, у меня был сели, у меня подмышки вставляли и под грудью вставляли импланты Давайте вспомним, поговорим о первой операции Почему вы, собственно, решились на нее? Ведь у вас уже тогда была большая грудь? Первая операция была с селином Была очень больно, это была первая операция для меня Мне, конечно, размер очень понравился, когда все получилось с этой операцией Я подумала, а может сделать еще больше? И я приняла решение увеличивать все дальше и дальше А увеличивая свою грудь, вы увеличиваете свою популярность? Да, популярность и, конечно, с карманом тоже все было хорошо, я хорошо зарабатывала Я танцевала в клубах Сьюзан, можно несколько вопросов о личной жизни? Сколько мужей у вас было? Я никогда не выходила замуж, я не замужем Почему это вы так? Сьюзан За всю жизнь у меня было только два парня и все Мой первый парень был хоккеистом в 70-е Потом я познакомилась с человеком, с которым я живу уже 30 лет Теперь ему уже 75 лет, он намного старше меня Поэтому, так что для меня, можно сказать, все перевернулось Я с ним уже 30 лет, ну пора уже медаль за это дать, наверное Но мы не будем жениться и у нас... Но каким образом эти ваши два бойфренда относились к вашему маниакальному увлечению по увеличению груди? Мне кажется, им нравится груди Груди — это хорошо Сьюзан, мы сегодня очень много говорили о том, что вот большой размер груди Он наверняка жутко мешает в жизни, он усложняет жизнь Вам мешают ваши груди? Да, точно мешает Например, дизайнерская одежда... Нет, дизайнерская одежда не подходит Очень трудно найти подходящую одежду, чтобы она выглядела хорошо Поэтому я ношу вот второй размер груди и десятый размер бедер И еще комментарии от окружающих людей Иногда это смешно и можно это воспринимать с юмором Я просто хочу привести вам пример И как-то раз я была в аэропорту на Ямайке У меня дядя живет на Ямайке И там стоит такая военизированная женщина Я говорю, женщина, что у вас там? Под футболкой я Она тычет пальцами мне в грудь Я говорю, у меня грудь там? Да не, не может быть Я говорю, честное слово, смотри Нет, да Она срывает с меня прямо в аэропорту в футболку И там хлопцы стоят с автоматами и говорят, ого-го Чуть война не началась И так Сьюзан Сайкс, выступающая под псевдонимом Грудастое сердце Рассказала нам только что здесь свою историю жизни Но мы на самом деле, друзья, ведь еще не видели Для чего, собственно, Сьюзан увеличила свою грудь до таких вот неимоверных размеров Сьюзан, все заинтригованы до невозможности Мы ведь увидим сегодня здесь ваше шоу Мне нужно переодеться и нужно, чтобы вынесли Хорошо, мы отправляем Сьюзан переодеваться и готовим студию, друзья Прошу вас Так, пока мы готовим студию, все-таки Какие ваши впечатления от того, что вы услышали от Сьюзан? Наверное, за большой грудью, наверное, скрывается несчастный человек Потому что, в принципе, это шоу А может, большое сердце, которое не видно, понимаете? Вот все, ты не успеваешь этого увидеть Ну, я не думаю, что она, ну, счастлива, да, вот Это шоу Она сделала себя эксклюзивной Сьюзан Сайкс, как мне подсказывает, уже готова выйти сюда Для того, чтобы, друзья, показать то шоу, которое сводит многих мужчин со всего мира просто с ума Сьюзан Сайкс, друзья Сьюзан Сайкс, друзья АПЛОДИСМЕНТЫ Я нужна YOUR помогает АПЛОДИСМЕНТЫ Леша, давай я подержу. Пальцы береги. Пальцы береги. Пальцы береги. Пальцы береги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Артур, на самом деле мы можем реагировать по-разному на то, что мы видели. Это действительно шоу. Вы молодец, что вы делаете такое шоу. И восприятие может быть разное. Кому-то нравится, кому-то не нравится. И в данном случае это... Мне это понравилось. Это было красиво, это было достойно, это было уважительно. Спасибо большое. А мне кажется, Сюзан стала заложницей своего шоу в каком-то смысле. Потому что вы говорите... Мне прям страшно заластало. Я почувствовала за вас ту боль, которую можно было бы чувствовать. Вот как-то меня прям... Я не смогла смеяться. Я не знаю. У меня вот такие... Лера, а вот каково ваше впечатление от увиденного? Я... Это было просто капец. Капец? Это было просто капец. Послушайте, но давайте же... Для Леры это было капец. Как, собственно, наверное, и тот день, когда она пристегнула свои грудь седьмого размера и провела с ними весь день. Чем же все это закончилось, друзья? Для Леры, внимание на экран. Подвожу итоги дня. Значит, сегодня я выбрала самую большую грудь из всех представленных для меня. Теперь я могу конкурировать с Анной Семеновичей. Плюсы. С этой грудью нереально удобно заниматься в спортзале, хотя я ожидала, что будет очень-очень неудобно. Удобно отжиматься, удобно бегать, несмотря на то, что она тяжелая. Два. Если кто-то любит внимание мужчин, ну я люблю внимание мужчин, вот, то эта грудь реально мне подходит. Вы думаете, Лера? Лера, а чем вы заняты за эту жизнь? У меня будет до диеты. Я знаю, как вас зовут. А чем вы заняты за эту жизнь? Я... Ну, есть и вторая сторона медали, потому что очень много недоброжелательных взглядов со стороны, как бы, и иногда не очень приятно, люди шарахаются, а бабушки бедные пугаются и перекрещиваются несколько раз, когда меня видят. А еще я за сегодня очень-очень сильно устала, потому что грудь реально очень тяжелая. Я очень натанцевалась и очень хочу спать. Какой вы сделали все-таки для себя вывод, что, какой оптимальный для вас размер бюста? Все-таки я сделаю себе грудь, но будучи постарше и максимум третьего размера. Знаете, значит, мне кажется, сегодняшнюю программу можно завершить фразой «семь раз отмерь, один раз пришей». Об этом говорит Украина, друзья. Об этом сегодня не могли молчать. И мы спасибо, что вы с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ